Привет всем, друзья, где искать рыбу в марте. На канале ребята частенько в комментариях задавали такой вопрос. Расскажите о том, где искать рыбу в марте, на зимней рыбалке или уже на весенней. Давайте, друзья, начнём с того сначала, где искать рыбу не нужно. И тратить время там не нужно. Впустую. Время нужно беречь. Вы пришли на водоём, залив затон, допустим, со стоячей водой. Это может быть также и река с небольшим течением. И видите, что на берегу огромное количество кустов больших. Избегайте, друзья, этих мест. Почему? Потому что по осени листва опала. Водоём на дне находится и гниёт. Там же есть ещё трава, которая также гниёт и источает весьма очень неприятный запах. Я как-то в таких местах, не понимая, делал лунки. Думал тоже, там кто-то и есть. Пробурил, сижу и думаю. Я где лунки-то сделал? В канализационной трубе? Запашина? Страшное дело. Никто не клюёт в этих местах ни на что. Сколько бы у вас наживок не было, поклёвок не будет. Даже если у вас без мотылка, всё равно поклёвок не будет. Нет там рыбы. Уровень кислорода там весьма низкий. В ту местность, друзья, лучше приходить, когда начнётся хорошая, классная затайка. Ещё лучше с дождиками. То есть, когда побегут, друзья, ручейки. Не те ручейки, которые сейчас бегут на асфальте. Потому что асфальт тёмный, солнце его нагревает, снег тает. Это не те ручейки. Ручейки, когда уже начнётся хорошая, крепкая, конкретная затайка. Лучше всего с дождиком. Дождик. Снег топит, и талая вода попадает в водоёмы, насыщая их кислородом. И в тем местах, где теперь его нету, кислорода будет больше, чем достаточно. Хватит всем. И рыбка там будет весьма активная. Сейчас там в всех местах рыба вся пассивная. Не важно, кто там плавает. Уклейка, плотва, елец, окунь. Все они пассивные. А пассивная рыба не клюёт. Но всё зависит, друзья, опять же, и от самих температур. Бывало так, что в первой декаде марта температуры подскакивали очень высоко. Было там градусов, и так, 15. А бывало даже и 20. И один год, помню, вся весенняя рыбалка, вся весенняя рыбалка была 11 дней. Не поверите. 11 дней температуры подскочили так, что за 11 дней ушёл лёд. Там чуть не 20 градусов было днём. Не на солнышке. На солнышке и того было больше. Я на рыбалку ходил в джемпере. Прикольно. Вообще классно. Помню, на такую рыбалку я всего сходить успел 3 раза. Потому что тогда работал на колго-натерейной фабрике. И в выходные мне всё-таки удалось в субботу-воскресенье сходить. И один день я взял за свой счёт. Через 10 на 11 день ушёл лёд. Я шёл на зимнюю рыбалку в джемпере. Ну, а бывали, друзья, конечно, марты, когда теплее было в феврале. Бывало и такое. Но в эти места, где огромное количество листей и травы рядом с кустами, идти лучше, когда уже конкретно появятся такие вот забереги. Вот тогда да. А сейчас, когда заберегов нет, там кислород очень, друзья, низкий подо льдом. И рыба какая-то и плавает, клевать не хочет. Поэтому время найти места, друзья, не тратьте. Сейчас, друзья, оптимальные места на водоёмах. Допустим, на реке это небольшое течение. Лёгкое. На ваших водоёмах вы знаете, где у вас небольшое течение. Не то, которое там рвётся, что, если даже кормушку на 100 грамм отпустить, фидерную и снесёт. Как-то на Рязаних я в такую ситуацию попал. Кормушку свою неф эту с портим. Решил глубину смерять под новым цехом УЖБИ. Отпускаю кормушку. Она грамм 220 железа. Думаю, глубину смерю. Смотрю, у меня её под углом 45 нагнуло. Такая сила течения. Берёвка шпагата. Я думаю, ни хрена себе. Это мне, что, какой массы мормушку-то надо, чтобы это, друзья, её под лёд не удернуло. Ну вот. А что касается, друзья, заливов и затонов, примыкающих к реке, выбирайте как раз эту самую границу, где вход с реки идёт в сам залив. Здесь уровень кислороза теперь максимально высокий. Здесь огромное количество активной рыбы. Той, которая есть в вашем водоёме. Платва, елец, ёрш, окунь, уклейка. В общем, всё, что там есть. Пескарь, густера и так далее. Но, по крайней мере, рыба активная. А на самой реке, опять же, выбираем небольшого рода заливчики, граница которого проходит небольшое слабенькое течение. Ещё что касается стоячих водоёмов, если вы находитесь в каком-то заливе или затоне, выбирайте берег, который полностью состоит из песка, на котором нету травы. Здесь, на берегу, если нет травы, то и в самом водоёме его нет. Здесь уровень кислорода, друзья, намного выше. Потому что нет этой самой гниющей травы, которая выделяет всякого рода углекислый газ, неприятного рода запахи, которая рыбе не нравится, всей рыбе не нравится, какая есть. Да и рыбаку бывает не понравится, когда луночку сделаешь оттуда, как из канализационной трубы шарахнет. Поэтому выбирайте берег, на котором один голимый песок. Пусть на дальней глубина небольшая, ничего страшного. Зато там кислород есть, хороший, который рыбе нужен. И за счёт этого кислорода рыба становится активна. Что, в принципе, и нужно рыбаку. Ловить можно и нужно всегда активную рыбу. Пассивную рыбу не поймает никто и никогда. Независимо, какого у вас цвета и формы мормышка, сколько бы рыбок у вас не было, пассивная рыба не клюёт никогда. Ни осенью, ни весной, ни летом, ни ночью, ни днём. Что, друзья, касается рыбок, используйте все наживки животного происхождения. Все без исключения. Червяк, опарыш, мотыль, чернобыльный крепей. Сейчас, найдя активную рыбу, рыба не избирательна, поэтому конкретно на какой-то такой насадке заморачиваться, а вот терпыры ё-моё, не нужно. Теперь, найдя активную рыбу по марте, она берёт на все насадки животного происхождения, без исключения. Какая есть, на то и ловится. Главное, самой рыбы. Наличие под льдом. Активная рыба, не пассивная, активная. Сколько там активно есть, столько вы, друзья, и наловите. Плават 10 штук таких, поймаете. 10 штук, плават таких. 10 килограмм поймаете. 10 килограмм таких. Кстати, про норму голова не забывайте. Не нарушайте. Не надо. Ничему хорошему это может не привести. В случае рейда. А что касается, друзья, прикормок. Не забывайте, что пока ещё сильной затайки нет. Поэтому валить от души, допустим, вы рыбу нашли, она активно валить от души прикормки, используя те же самые сухие, мелкие крупы, такие как яичко, пшеничко, или даже то же самое пшено. Не нужно. Добавляйте по чуть-чуть. Прикормка нужна для того, чтобы удержать рыбу в точке лова, то есть под вами. Мало ли, её там решит хищник отпугнуть, чтобы она вернулась обратно. Потому что, я уже говорил в предыдущих видеороликах, что съедаться на зимней рыбалке, так же, как и на весенней, исключение летняя, только 5% всей прикормки. Всё остальное просто тупо остаётся лежать на дне. И рыбу привлекают именно фракции, которые отпускаются из-подо льда, в сторону дна. Это привлекает рыбу. И рыбка подходит к вашей лунке, и находится под вами, подо льдом, где вы её, в принципе-то, на лойте. А по весне очень много рыбаков бывает допускают такую весьма, ну, глуповатую ошибку. Раз, думают, что рыба весной должна быть активна, дай кому-то туда от души фигякнем. Угу. И потом, ничего нигде никто и ни на что. А по что так? Потом частенько задают вопрос, Димон, а по что рыба не клюёт? По что? Я говорю, что по что, по что? Кормить меньше надо. Перекормили всех на свете, все на ересе и уплыли. До встречи летом. Поэтому добавляйте понемножку. Цель одна. Удержать рыбу, как говорится, под вами. Чтобы её случайно хищничек не отпугнул. Ну, такой хищник, как окунь, голавлик, носит там подо льдом. Ну, а если пришла эта зубастая, тогда всё филит оля. Меняйте лунку. Бывает такое. На мормышку вы щуку не поймаете, она вам этому мормышку офигячит, пирсинг себе сделает. Вот. И уплывёт. Достать её на мормышку, на тонкую леску, извините, не получится ни у кого. Допустим, даже у меня вот на удочке леска выдерживает килограмм десять, ой, килограмм двести пятьдесят, извиняюсь. Но в случае попадения килограммовой щуки, мне её было бы не достать. Она бы просто у меня эту леску отфигачила, всё бы. И уплыла бы. Я бы остался и без рыбы, и без мормышки. На этом, друзья, я с вами буду прощаться со встречи в новых видеороликах на канале. А если вам видео и информация в нём была полезна, ставьте пальчик вверх, бесполезно пальчик вниз. Пишите за себя свои комментарии. Это помогает продвигаться видеороликом на платформе Ютуба, и ещё, что самое главное, помогает отрезать комментарии этих клоунов-дураков, которых я называю Ютуба, и хейтеров. Но я их называю клоунами. Когда пишите, друзья, вы, они не пишут. Они боятся активной аудитории. Боятся, что им по самое, помидоры натыкают морально.